Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдер. Сегодня 14 сентября. Так называемый российский истеблишмент впервые открыто признал свое поражение в Харьковской области. Целый ряд кремлевских чиновников и пропагандистов начали публично обсуждать причины фиаско России на северо-востоке Украины, что заметно отличается от прежней. Бравады, завязанные на сфабрикованных сюжетах о несуществующих успехах России на фронте, к такому выводу пришел авторитетный Вашингтонский институт изучения войны АСВ. Провалы преследуют Россию с первых дней у полномасштабного вторжения в Украину. Однако, напомнили составители отчета, в Москве не признавали неудач ни в марте, когда пришлось выводить войска из-под Киева, ни позже летом, когда российские подразделения удирали с острова Змеиного. В первом случае агрессоры прикрывались якобы необходимостью освобождать Донбасс, а во втором случае жестом доброй воли. Нечто похожее Министерство обороны России предложило и на этот раз, объяснив бегство перегруппировкой. Но долго этот нарратив не продержался. Настолько нелепо он выглядел в глазах самих российских сторонников агрессии, которые отслеживают ситуацию через интернет, где упомянутая смехотворная версия подверглась разгромной критики. Американские аналитики полагают, что теперь кремлевские прихлебатели всеми силами будут пытаться отвести народный гнев от самого Владимира Путина и переключить негодование как на военное руководство страны, так и на советников Путина, которые якобы оказались недостаточно информированы о ситуации на фронте. В материале приводится ссылка на одного из членов Кремлевского совета по межнациональным отношениям, призвавшего попросту казнить тех, кто, по его мнению, ответственен за неспособность вовремя заметить готовящееся контрнаступление в СУ. То, что сам Путин оказался, мягко говоря, не в восторге от бегства своего воинства, свидетельствует отмена им встречи с представителями Минобороны сразу после отступления из Харьковщины. Ну а известное уже охлаждение между Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу, надо полагать, теперь перейдет и вовсе в морозную зиму. Дошло до того, что даже депутаты Госдумы выразили обеспокоенность тяжелым положением России на передовой в Украине. Соответствующие речи они толкнули, выступая во время первого пленарного заседания Думы осенней сессии 13 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прямо заявил, что России, мол, пора назвать войной спецоперацию и поставить под ружье все российское население. Привожу его слова. Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете. Она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не время паниковать. Нужна полная мобилизация страны. Нужны совсем другие законы. Процитировало его издание СОТО. Позже пресс-секретарь партии попытался дезавуировать слова главаря этой партии о мобилизации, пояснив, что мобилизовать Зюганов призывает экономику, а не военных. Тем не менее, слово мобилизация все чаще звучит в уста высших российских чиновников по мере скатывания российской армии к катастрофе. Вот и глава справедливой России Сергей Миронов призвал к социальной мобилизации, под которой он понимает повышенное внимание российского населения к украинскому фронту. В свою очередь и еще более одиозный, чем его коллеги, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об участии России в геополитической схватке с Западом. Тем временем в российских пропагандистских эфирах происходит то, что еще недавно и помыслить было нельзя. Там начали звучать заявления о необходимости признать поражение на поле боя. На фоне надо признать того поражения, которое мы потерпели в районе Харькова, а надо это признать. Потому что поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы. А если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, может быть гораздо серьезнее. Поэтому в этом смысле, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Это действительно сложная ситуация и надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Новые фотографии при этом Зеленского из Изюма появились. Командование вооруженных сил Украины прямо сейчас в Харьковской области. Рядом вы видели только что Ермак. В том числе Ермак это тот человек, которому Марк Милли, если верить Нью-Йорк Таймс, передавал информацию по поводу того, как именно откуда, в какой момент начинать контрнаступление в Харьковской области. Как видно, прошло все нормально, если Зеленский сейчас в Изюме. Еще раз, где наши калибры. Болтовня болтовней, а очередной людоедский законопроект, так называемые российские парламентарии, обсудили и вот-вот примут. Согласно готовящемуся документу, уже совсем скоро военкоматы в России не обязаны будут доставлять повестки призывникам лично. Достаточно будет просто отправить повестку через почту. Так что больше мужчины не смогут избегать армии. Будет считаться, что они получили повестку, если она пойдет по почте по тому адресу, который официально числится за соответствующим получателем. Очевидно, что тем самым законодатели попытаются выжать из российского населения весь возможный человеческий ресурс для ведения войны, которую российские власти проигрывают и переломы, в которые они хотели бы добиться единственным способом, доступным им, увеличением количества пушечного мяса. То, что и такая тактика не сработает против высокотехнологичных, мотивированных украинских сил, получающих поддержку от ведущих стран Запада, ясно нам с вами, но не тем лизоблюдам, которые всего лишь пытаются угодить хозяину. Резюме от АСВ звучит неутешительно для российского режима. Цитирую. «Признание Кремлем поражения в Харькове означает, что Путин при определенных обстоятельствах готов и способен признать и даже принять поражение России, при условии, что он сосредоточится на том, чтобы снять с себя вину», — говорится в публикации. Готов ли к капитуляции сам Путин перед лицом того, что на протяжении всех двухсот дней войны он несет одну потерю за другой, которые ведут к его разгромному и унизительному поражению? Сам он, конечно, пока в этом не признается, но канцлер Германии Олаф Шольц понял, что пришло время начать подталкивать главаря Кремля к такому решению. Накануне стало известно, что Шольц впервые с мая поговорил с Путиным по телефону. Но на этот раз глава немецкого правительства не стал ни о чем упрашивать московского самодура, а просто, по сути дела, поставил его перед фактом. Или он убирает свои войска со всей украинской территории, или санкции продолжатся, а то и усилятся, если Путин решит аннексировать новые украинские территории. Конечно, всех тонкостей этого разговора мы знать не можем. Но, тем не менее, в международной политике, как известно, очень важно то, как выглядит соответствующее действие. Иногда это даже важнее, чем конкретно оно наполнено с официальной точки зрения. А выглядит происходящее как то, что германский лидер проверил состояние кремлевского пациента после того, как ему заехали по куполу как никогда ранее мощно. Мол, как-то там, Володенька, крыша-то не отъехала от такого удара, кнопочкой-то больше не бредишь. Старый пенсионер на том конце провода пробормотал что-то невнятное про обстрелы Донбасса и на том сплыл. Однако осадочек остался. Ясно, что дедушка в растерянности. И неудивительно, ведь за всю свою 20-летнюю карьеру он не знал еще такого крупного стратегического поражения, как то, что наклевывается прямо сейчас, а потому и не имеет никаких шаблонов реагирования на такие ситуации. Соответственно, ему и предлагаются заранее проработанные алгоритмы на такие случаи. Алгоритмы, в соответствии с которыми сначала Россия будет постепенно капитулировать, затем Путина постепенно будут отстранить от трона, ну а затем постепенно готовить для него гаагский процесс. Одним из главных симптомов того, что в Кремле будут постепенно возвращаться к реальности по мере все новых ударов по его преступной армии, свидетельствует тот факт, что российское военное руководство уже остановило набор и отправку новых подразделений на войну, о чем говорится в докладе украинской разведки. Другой симптом – это начавшиеся попытки представителей окружения Путина договориться с украинским руководством о мире прямо сейчас. Об этом поведала украинская вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, однако, Киев теперь отвергает такие предложения со стороны Москвы, поскольку теперь у украинцев в руках куда более мощные карты, чем это могли представить в том же Кремле еще несколько месяцев назад, когда требовали от Украины капитуляции. Теперь навязывать условия о мире будет Киев, а капитулировать будет Россия. Цитирую. Понятно, что Украина никогда не отстранялась от переговоров, но мы принимаем во внимание тяжесть преступлений, которые совершает Россия на нашей земле и которые становятся все более серьезными ежемесячно. Да и наш рычаг для переговоров уже не тот, который был в феврале. Прямо сейчас абсолютно необходимо другое, чтобы мы использовали этот импульс для большей деоккупации нашей территории. Вот тогда-то мы, конечно, и будем готовы к переговорам, но эти переговоры будут основываться не на российских ультиматумах, а на том, что позволит прекратить эту войну и избежать следующей войны на нашей земле, когда Россия будет способна восстановить резервы. Подчеркнула она, добавив, что нынешние предложения о прекращении огня со стороны россиян, это вовсе не тот сценарий, в который будет играть Украина. Итак, у Украины теперь своя игра, и эта игра с каждым днем становится все более дерзкой, ввергая во все больше шок оккупантов, не успевших сбежать с украинской земли. ВСУ продолжают продвигаться на херсонском направлении и, как сегодня стало известно, взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область, о чем сообщила спикер оперкомандования ЮГ Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас украинцы закрепляются в населенных пунктах, которые они окончательно освободили два дня назад, а именно, Высокополе, Нововознесенская, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Из ее слов следует, что теперь ВСУ способны ударить практически по любой точке в регионе, а это значит, что оккупантам теперь не спрятаться нигде. По существу, мы имеем дело с тем же Змеиным, только в масштабах всей Херсонщины. Какое-то время захватчики могут пытаться скрыться в той или иной норе, но в среднесрочной перспективе, без регулярного подвоза боеприпасов и топлива, которые отрезаны им, поскольку мосты находятся под постоянными ударами ВСУ, оккупанты обречены либо сдаться, либо повторить хаотичное отступление, которое мы видели под Харьковом. Первые такие тенденции наблюдаются уже сейчас. По словам мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, захватчики уже покидают этот город и бегут в сторону аннексированного Крыма. Ну а из самого Крыма, как стало известно на днях от украинской разведки, бегут уже сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей вместе с семьями. Как утверждается, они втайне от подчиненных продают на полуострове жилье и срочно вывозят родственников оттуда. Такие настроения свидетельствуют о том, что бегство, отступление, отчаяние и страх становятся для россиян скорее нормой, чем исключением на украинской земле. Самое интересное, что такой исход стал сюрпризом только для тех, кто вообще не следил за ситуацией. Ну а кто внимательно смотрел за тем, как растут боевые возможности в ИСУ и как снижается потенциал российской стороны на протяжении последних двух месяцев, все это, конечно, вовсе не удивительно. Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер сказал, что союзники и партнеры Украины ожидали того, что произошло в Харьковской области, а единственный, кто не был готов к такому натиску со стороны украинских воинов, это российские войска. Цитирую его. Я думаю, если кто и был удивлен контрнаступлению в ИСУ, это очевидно сами россияне. С самого начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом. Вот почему мы не удивлены тому, насколько быстро они продвинулись, пояснил он на брифинге, комментируя стремительный блицкрик Украины в Харьковской области. Накануне американская администрация анонсировала новый пакет помощи для ВСО. Его детали станут известны уже в ближайшее время, однако уже сейчас Джон Кирби из аппарата нацбезопасности США сказал, что украинцы сейчас и в дальнейшем будут получать от американцев прежде всего те вооружения, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе состоявшейся контрнаступательной операции. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения назвал произошедшее быстрым разгромом оккупантов и впервые озвучил масштабные цифры освобожденных территорий. По его словам, за последнюю неделю в Харьковской области ВСУ избавили от оккупантов 8 тысяч квадратных километров, на которых сейчас проводятся стабилизационные мероприятия. Сегодня замглавы Минобороны Украины Анна Моляр назвала еще более впечатляющую цифру. 8,5 тысяч квадратных километров и почти 400 населенных пунктов теперь свободны от агрессора. В то же время госсекретарь США Энтони Бринкен высказал мнение, что украинское контрнаступление пока находится только лишь на начальной стадии, а все самое главное еще впереди. В схожем ключе высказался и президент Джо Байден. Несколько дней назад утрапа самолету он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он, что ВСУ и далее продолжат столь же успешно контрнаступать. В ответ он повернулся к представителям прессы и поднял вверх большой палец. Показав тем самым, что он верит в украинцев, так же как и мы верим в них. Позже, выступая уже перед другой аудиторией, Джо Байден сказал, что, цитируя его, украинские войны достигли значительного прогресса, но я думаю, что это будет долгий путь, сказал он. Насколько долгий, впрочем, сейчас сказать трудно. Еще несколько недель назад многим казалось, что война может продлиться как минимум до конца 2023. Однако сегодня мнение экспертов меняется. К таким экспертам относится, например, и маршал британской авиации в отставке Эдвард Стрингер. В интервью британскому телеканалу Sky он дал следующий комментарий. По его словам, с вероятностью до 40% российскую армию ждет крах уже до конца декабря. Я не вижу, чтобы русские могли восстановить свои силы, чтобы вновь захватить инициативу и опять перейти в наступление, сказал Стрингер, указав, что у украинских властей есть все шансы освободить всю территорию Украины от Луганска до Крыма. Все это, по его словам, ставит под сомнение будущее Путина и путинизма в целом. Поэтому Запад, уверен он, должен уже сейчас хорошенько задуматься о том, каким будет мир после Путина. Аналогичным образом высказался и американский генерал в отставке Бен Ходжес, к чьему мнению интересно прислушаться уже потому, что ранее все его прогнозы, как известно, в том числе насчет истощения российской армии к сентябрю этого года, сбывались с удивительной последовательностью. В своей колонке для издания The Telegraph он был беспощаден к будущему российского режима. Вот что он написал. Становится все более очевидным, что Украина собирается выиграть эту войну и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Теперь есть подлинная вероятность того, что обнаруженные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем стать свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации. Крах России может быть постепенным, но быстро может превратиться во внезапное, насильственное и неконтролируемое событие. Если мы не подготовимся к этой возможности так же, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в нашу геополитику, подчеркнул генерал в своей статье. В качестве факторов, которые могут привести к развалу России, он назвал следующие. Во-первых, это уже происходящее падение внутреннего доверия населения к российской армии, которая являлась основой легитимности Кремля и которая сейчас является, по сути дела, дискредитирующим фактором этой легитимности. Об этом свидетельствует уже тот факт, что российские мужчины всячески уклоняются от вербовки на войну, поняв, что их там не ждет ни зарплата, ни слава, ни военные успехи, ничего кроме смерти в холодной осенней земле. Во-вторых, утрата энергетических рынков Россией. Ранее они компенсировали отсутствие в стране современных отраслей промышленности, но сейчас этот сектор отваливается, ведь европейцы больше не полагаются на российские трубы, поскольку убедились, как легко можно эти трубы отключить и уже делают долгосрочные инвестиции во внутреннее энергоснабжение. Наконец, в-третьих, это низкая плотность населения России, чья территория больше, чем у Великобритании в 70 раз и чье население больше, чем у Великобритании, лишь в два раза. Такая географическая разделенность народа ведет к разделенности социальной и мешает его солидарности даже в лучшие времена. Ну а теперь, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться, заключил Ходжес. И вот в этих условиях, когда российское население постепенно отворачивается от своих вчерашних кумиров, обещавших Киев за два дня, а благосостояние россиян стремительно ухудшается, российская оборонка переживает не лучшие времена. Истощенная полугодовой войной и санкциями, военная машина Кремля оказалась не в состоянии собственными силами компенсировать даже свои базовые военные потребности. По этой причине, сообщает британская разведка, российской стороне приходится все чаще закупать оружие у тех стран, которые сами находятся под жесточайшими санкциями и которым уже нечего терять. У Ирана Москва закупает дроны, а у Северной Кореи боеприпасы. Страна, называющая себя сверхдержавой, оказалась не способна производить в достаточном количестве даже то, что есть у режимов-изгоев. Вот только даже иранские дроны пока что не способны помочь россиянам. Как известно, первый такой иранский беспилотник был сбит на дня в Купинске, как раз в ходе активного контрнаступления в СУ. И у Ирана, и у КНДР с их слабыми экономиками запасы соответствующего оружия, опять же, не бесконечны. Дроны на этой войне вообще расходный материал, да и сбиваются они легко. А по поводу того, что такое вообще иранские дроны, есть большие вопросы с точки зрения качества. Ну а боеприпасы России и вовсе тратилась с такой скоростью, что теперь никакая Северная Корея не сможет компенсировать Москве эти утраты. Как российский режим, просящий у беднейших стран мира боеприпасы, собирается выдержать гонку военных поставок с западом? Вопрос риторический. Ответ никак. Все, что сейчас будет делать Россия в Украине, она будет делать по инерции. По инерции расстреливать гражданскую инфраструктуру, по инерции рыть окопы, по инерции отстреливаться, по инерции терять своих солдат. Вот только никакой цели там больше нет. Одна лишь кромешная тьма нависшего исторического поражения. Да и цели это то, что способна ставить голова. А голова у России отваливается, хотя тело еще дрыгается. Спасибо, друзья. Оставайтесь в Ньюсейдер, подписывайтесь и поддерживайте украинскую армию через те ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. То есть через спецсчет Нацбанка Украины, а также через организацию Вернись живым. В описании же к этому видео вы и найдете и те ссылки, через которые можно будет поддержать наш канал. PayPal, Patreon, банковский счет и прочие. Я бесконечно благодарен всем, кто нам помогает. Благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы и повышаем их качество. Мира и здоровья вам! До скорого!